Ну вот мы с вами на фабрике грез Так называют в мире киностудии Мы на Мосфильме А это просто город в городе Вы видите, тут существуют проспекты, улицы, переулки Дома различной архитектуры Только, по-моему, нет светофоров А жаль, потому что однажды я был свидетелем Как вот на этом перекрестке столкнулись две машины И сбежался весь Мосфильм на это смотреть По-моему, все радовались Наконец-то чрезвычайное событие А вот там натурная площадка На ней был выстроен такой маленький американский город По которому скакали всадники, сомбреро Я даже не помню По-моему, даже для картины Пеппи длинный чулок В которой я сам снимался Стояли храмы в натуральную величину Это очень интересно Это уже город в этом городе Ну, а вот здесь огромные мастерские Вот сейчас работают сварщики Они, наверное, варят какую-то сложную конструкцию До нового фильма И вообще поиски жанра Они сродни, наверное, работе мастера-сварщика Наверное, какая же дуга Вольтова Должна быть в руках режиссера Чтобы высечь эти искры юмора Это самый сложный жанр Сейчас мы и пойдем путешествовать По этой стране грез А это даже не город, а страна Я впервые в 54-м году вошел в эту проходную И стал сниматься в музыкальной комедии Доброе утро Она еще для меня примечательна тем Что впервые в этой картине Снимались Евгений Матвеев, Татьяна Конихова Изольда Извицкая, Юрий Саранцев Владимир Андреев И я тоже первый раз снимался в кино Именно здесь, на Мосфильме И очень благодарен за это, этой студии Потому что он прожил здесь долгую-долгую актерскую жизнь Ну, пойдем гулять по Мосфильму Мосфильм Одна из крупнейших в мире киностудий Располагается на площади 34,5 гектара Организована в 1924 году На базе первой и третьей фабрик Госкино Первый полнометражный фильм на крыльях ввысь Бой поставлен в январе 1924 года Располагает всем необходимым Для полного технологического цикла Фильмопроизводства Студия имеет 13 съемочных павильонов Современную тон-студию На отечественных и международных кинофестивалях Ленты Мосфильма Удостаивались более 500 наград Около 100 наград Киностудии имеют для разработки новых технических средств Обогативших киноискусств Кинематографы в эпоху великого немого Существовало в основном три жанра Это мелодрама, авантюрный фильм и эксцентрическая комедия Конечно, самым сложным, самым трудным Был жанр последний Потому что актеры должны были обладать Не только способностью выразить свои чувства Мимикой, жестами Но считалось очень ценным Если актер способен выкинуть какой-то фортель Какой-то акробатический трюк Скрутить сальто Участвовать в сложнейших погонях Способно прыгнуть с большой высоты А в то время такое понятие, как дублер Каскадер еще не было И вот одна из первых замечательных картин Это картина того же Льва Кулешова Она называлась «Приключения Веста в стране большевиков» Она имела огромный успех И вот в этой картине актеры и продемонстрировали На что они способны Они ни в чем не уступали голливудским актерам Которые снимались в таком же жанре С приходом звука Встали перед кинематографом новые задачи И режиссеры моментально этими задачами воспользовались Это попытка создания музыкальной комедии И перед актерами встали тоже довольно сложные задачи Надо было уже уметь петь Нужно было уже уметь и танцевать Но актеры народ Жаждущие работы Жаждущие сложности И поэтому делали это с громадным удовольствием Ну, одной из самых первых блестящих наших музыкальных комедий Была картина Александрова «Веселые ребята» Где просто блистательно сыграли Леонида Ильича Утесов и Любовь Орлова Надо сказать, что Леонида Ильича и Любовь Орлова стали просто героями После этой картины А Утесову узнавали на каждом шагу Они стали народными любимцами Но, как ни странно, народ обожал Утесова А вот наверху к нему не питали почему-то особой симпатии И когда отмечался 15-летний юбилей картины То режиссер получил орден Красной Звезды Любовь Орлова получила звание заслуженной артистки А Леониду Ильичу Утесову подарили фотоаппарат Ну, после того, как картина снята Весь материал отснят и на натуре, и в павильоне Он попадает в цех обработки пленки И сначала он превращается в негатив, а потом в позитив И Владимирович Ильинский однажды сказал Да я знаю, как делается кино Снимается же много дублей И вот мне удался первый дубль и третий А моему партнеру второй дубль и пятый А когда проявляют пленку, оказывается, все эти дубли в браке И не в браке, только шестой дубль Который нам не удался никому Вот он-то и пойдет в картину Вот так делается кинокомедия Шутил Игорь Владимирович Ну, а потом обработанная пленка попадает вот сюда Это замечательная комната Это монтажная Вот видите, это монтажные столы Обычно картина монтируется на нескольких пленках Одна это изображение Другая это музыка Третья это шумы А шумы пишутся в отдельной комнате И мне всегда очень нравилось заходить в эту комнатку И смотреть, как пишут шумы Когда отдельно смотрят на экран и зажигают спичку И тут же микрофон записывают, как бегают на одном месте по гравию А вот как удары Обычно вот в этих фильмах, которые сейчас Заполонили наш экран Вот эти сочные удары по лицу Знаете, как они пишутся? Это лежит кусок сырого мяса И они по этому, по куску сырого мяса Тшу-тшу И смотрят Тшу-тшу И получается очень эффектно Когда ползут, предположим, по камышам То ставятся веники И вот они раздирают эти веники И ползут на эту работу Смотреть просто Я с большим удовольствием смотрю Ну вот, так вот эти вот несколько плёнок попадают в монтажную И вот на этом столе картина и монтируется Надо сказать, что многие режиссёры постановщики проводят за этими монтажными столами дни и ночи По нескольку раз перебирают всю плёнку Прогоняют её, смотрят Склеивают Потом опять Сейчас уже электронный монтаж А раньше просто склеивали И эта работа очень трудная А часто доверяют монтажёрам Потому что они большие практики И они вот знают Как сделать картину динамичной Как ускорить темп Как выбросить ненужные совершенно проходы, планы, проезды От них очень многое зависит И у них в титрах картины обычно почётное место Это совершенно правильно На Москвине существует очень серьёзное подразделение Которое называется актёрский отдел Вот я в нём нахожусь Видите, за моей спиной вот эти стеллажи С коробками, с папками В которых находится 9 тысяч карточек актёров Вот на учёте в Мосфильме стоит 9 тысяч человек И работники актёрского отдела Они досконально знают биографию каждого актёра Да, можно спросить про любовь Они даже вам скажут Рост и вес А это всё в карточках есть Даже там есть и особые приметы И умение танцевать, петь Умеешь ли ты водить машину Имеешь ли ты на это право Имеешь ли ты права Всё в этих карточках учитывается И вот эти карточки приходят на стол режиссёра-постановщика И он раскладывает так называемый пассианс Он кладёт фотографии И вот представляет, как вот эти актёры будут сочетаться потом у него в картине А потом кинопробы Сейчас они снимаются на видео Раньше снимались они на нормальную плёнку Такое ощущение было всегда, что снимается Вот уже картина начала сниматься Ну это довольно, даже скажу, мучительный процесс И часто бывает даже Ну для меня, например, было часто даже унизительным И не потому, что ты боишься, что тебя там не утвердят Это естественно режиссёра-постановщика Он же главный создатель картины Ему виднее, кто должен сниматься у него в картине Ну просто бывает Я вот сам был однажды свидетелем Так называемый американский дубль Это когда Всё понятно, что этот актёр не будет сниматься в картине А уж его вызвали на пробу Ну чтобы не тратить плёнку А она, плёнка, это дорогостоящая вещь Обычно режиссёр-постановщик говорил тихооператору Американский дубль И вот представляете, идёт полная инсценировка Кинопробы Актёры гримируют, его ставят И даже этот хлопушку Приготовились, мотор Дубль такой-то Начали А камера не включается Актёр всё играет, играет Говорят, стоп, спасибо Всё сняли, мы вам обязательно позвоним И, конечно, ясно, что никто не позвонит Этот актёр сниматься не будет Но в этом, конечно, нет ничего страшного Искусство – вещь не только радостная и праздничная Но ещё и жестокая Кинематограф откладывает определённый штамп Вот ты зарекомендовал себя Вот таким актёрам, актёрам в таких-то вот фильмах Вот так ты в них и существуй Это я начинал сниматься, как я сам говорю В полухудожественных, полуцветных, полумузыкальных комедиях И вот так я на этой орбите крутился Помощник эскаваторчка, помощник комбайнёра И с этой орбиты никогда слететь не мог И вот однажды Михаил Ильич Ром Пригласил меня на маленькую, на маленькую роль КГБиста в картину «Девять дней одного года» Я там на свадьбе всем учёным говорил Это не надо говорить, это не надо говорить, это не надо говорить Надо сказать, что Михаил Ильич очень любил всю эту сцену Из своего же фильма И говорил мне, Дуров, ты теперь мой актёр Вот в следующей картине обязательно сыграешь мне одну из главных ролей Но, к сожалению, этого не получилось Михаил Ильич ушёл из жизни А я тогда из-за этой картины слетел с этой вот орбиты И все его ученики, которые тогда играли у него в групповке в этой картине Добролюбов, Смирнов, Яшин Сошли долгом снимать меня в своих картинах И тогда я уже стал появляться в серьёзных картинах у серьёзных режиссёров А этот штамп – это такая забавная штука Вот, например, Накенде Михайловичу запрещали сниматься в картине «Берегись автомобили» Как? Он только что сыграл Ленина И сейчас будет сниматься в картине, где он будет изображать у гонщика автомобиля Вы что, с ума сошли? Или Ильич Владимирович Ильинский Какой Кутузов? Какой Кутузов? Он комедийный актёр А Кутузов – это великий русский полководец Ну, вот тут Ильичанов пошёл на хитрость Он снял всю зимнюю натуру, как будто бы под видом проб Ильича Владимировича И в это время зима кончилась Он сказал, всё, зима ушла, тогда и картины не будет И таким образом сохранил Ильич Владимирович в этой роли А он в этой роли сыграл просто блестящий Одно время на Москве существовало самостоятельное творческое объединение комедийных и музыкальных фильмов Ну, надо сказать, что тоже у этого объединения была непростая судьба Ведь очень трудно снять комедийную картину Смешную картину И это начало комедийное стало вдруг неожиданно пробуксовывать Потому что начальство требовало от режиссёров, чтобы герой моей картины был положительный герой Как же так говорили? Положительный герой не может быть смешным Нет-нет-нет, мы знаем примеры из жизни, когда положительные люди бывают очень смешными Ну, то ли начальство себя имело в виду, то ли ещё более высокое начальство Это уж неизвестно Но, тем не менее, вот эта пробуксовка была И одно время даже любимцами становились не главные герои фильма, а второстепенные Но начальство настаивало, а режиссёры всё равно пытались делать своё дело И вот тогда молодому Челюкину поручили картину под названием «Жизнь начинается» О молодёжи О воспитании молодёжи О такая идеологическая картина И Челюкин пригласил Надежду Румянцеву, Юрия Белова и других замечательных актёров в эту картину Так вот, когда сняли вот эту картину «Жизнь начинается» И повезли её на тригорную мануфактуру показать зрителям И вдруг оказалось что-то странное Зрительный зал стал с первого же кадра хохотать И когда вышли после просмотра, Челюкин сказал своим актёрам «Ребята, а мы ведь с вами сняли комедию» Да, вот так получилось А картина стала называться «Неподдающаяся» Но она даже имела, по-моему, двойной смысл Во-первых, герои были свободными, неподдающимися молодыми людьми А во-вторых, сам Челюкин оказался тоже неподдающимся А следующая его картина была «Девчата» Ну, все её помнят, конечно, эта замечательная картина Вот сейчас заглядывала монтажную Светлана Дружинина Она сейчас монтирует свою новую историческую картину вот рядом А она в «Девчатах» сыграла одну из главных ролей А вот он стал очень серьёзным, большим режиссёром Ты что тут делаешь? Чай пил? Да ты откуда взялась-то? Всю жизнь о такой соседке мечтала Это кто ж тебя научил по чужим тумбочкам лазить, а? Да ты что? Вот, пользуйтесь Богато живёшь Давай вот сюда, чтоб тебе везти Подожди, я, значит, рассказываю о Мосфильме И сейчас я рассказывал о тебе Давай, давай Как ты снимал с «Девчатах» Вот И услышал твой голос Думаю, надо сюда прибежать Конечно, упорство начальства и его советы Давали определённые плоды И часто режиссёр имел в руках замечательный сценарий Приглашал замечательных комедийных актёров А на экране появлялась тягомотная, скучная драма Которая никого не интересовала И режиссёры стали избегать снимать комедийные фильмы Да-да, потому что они лавров не приносили, а критика обрушилась с невероятной силой А Иван Александрович Пырив, который тогда был генеральным директором Мосфильма Каждому вновь появившемуся режиссёру Обязательно предлагал снять комедию Вот так однажды в его кабинете и оказался молодой Эльдар Рязанов И глядя на него Пырив сказал Ты знаешь что, вот мне кажется, что тебе очень хочется снять комедию Категорически нет, ответил Рязанов Ну перестань, мне кажется, что тебе это должно Ну так удастся, нет, ты должен снимать комедию Ни за что, сказал Рязанов А Ласкин и Поляков, авторы сценария Они просто опешили от такой смелости Рязанова А тот настаивал на своём, говорил, ни за что Тем более, Иван Александрович, вот у меня путёвка в санаторий И вот билет на поезд, я уезжаю отдыхать Вот это был опрометчивый жест Рязанова Пырив взял у него и билет, путёвку повертел в руках Протянул секретарше и сказал Сдайте, а деньги верните ему А ты поедешь в Дом творчества Болышева И будешь помогать авторам писать сценарий Рязанову не удалось отвертеться И вот так на экране появилась комедия под названием Карнавальная ночь Перестаньте разгадать по телефону, я к вам на секунду Только сейчас о вас рассказывал, буду сейчас опять рассказывать А расскажите, что вы делаете, скажите два слова Дурака валяю Вот монтируем комедию, называется ключ от спальни Картинка такая фривольная Про барышень, про любовь, про измены и всё такое прочее Ладно, не будем мешать Вот это Инна, монтажёр, замечательная барышня А мы с ней знакомы Да, мы вместе с ней монтировали ещё И невероятно, что итальянцы в России Старые плячи, да Спасибо, друзья Всё, я так же До встречи Ну вот, за моей спиной павильон опустел Декорации смонтированы А завтра в павильон войдёт режиссёр, оператор, актёры Вновь прозвучит команда «Мотор» Оператор ответит «Есть» Режиссёр скажет «Начали» Хлопнет клопушка Начнёт сниматься новая кинокомедия Которая, надеюсь, вам, зрителям, да и мне Принесёт радость Всего доброго До встречи Редактор субтитров А.Сёмкин Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова